всем привет дорогие друзья с вами канал диван эксперты у нас на обзоре внутренний карман майва для жестких дисков трех с половиной дюймовых то есть вот этих вот огромных компьютерных дисков давайте распакуем посмотрим что у нас в упаковочке значит в коробочке у нас сам карман и ключик для закрытия дисков на замок и 4 винтика хотя нужно их по правде 8 но производитель положил почему-то 4 вот значит куплен этот карман внутренний на интернет-магазине розетка за 339 гривен собственно в комплекте больше ничего не надо вот но нам еще понадобится sata кабель дополнительный если у нас его нету поэтому я расскажу немножечко позже вот у нас собственно сам карман вот так он у нас выглядит значит есть кнопка включения выключения питания подачи на диск и лампочки до отображение индикации сам карман нас большей части железно передняя часть у нас пластиковая сзади у нас sata разъем который подключается так с этим мы всем разобрались в общем как-то так значит так вставляется в этот карман жесткий диск открываем здесь вот эту самую дверцу и берем жесткий диск разъемом вот так комнат положении вставляем внутрь этого самого кармана здесь есть такая придерживающая скоба мы его затягиваем и крышечкой вот так зажимаем до упора и все диск у нас получается зафиксированным внутри кармана вот он у нас здесь вошел как вы видите в разъем далее нам надо будет уже в корпусе подключить сюда питание sata и дата кабель на sata значит все вытаскивается в принципе он также сама просто берем мы вот эту дверцу и тянем и у нас здесь такая вот ножка она подталкивает диск и вытаскиваем аккуратно его все-таки это узкий диск говорится с ними надо всегда аккуратно все теперь наша задача этот карман вставить в корпус у нас есть подопытный мой рабочий компьютер именуемый петрович петрович здорово петрович любит всякие над собой эксперименты значит каждом компьютере есть вот такие вот слоты 525 дюймов проще говоря слоты куда вставляются обычно вот дисководы вот у меня дисковод lg и собственно я могу его вытянуть вот такой слот мы будем этот карман и вставлять у меня в корпусе таких слотов 3 можно вот здесь такие заглушечки есть некоторых корпусах они выламываются у меня на защелках вот и тут вы видите тоже кстати карманчик только сказать 3,5 дюймовый для 2,5 дюймовых дисков ноутбучных либо ssd о нем кстати сниму ролик немножечко позже значит что мы делаем сейчас я выломаю вот эту вот вытащу вот эту вот среднюю планочку так я челкнул с той стороны у нас защелочки и достаю вот эту вот штуку соответственно вот у нас корпус открыт мы берем этот карман и вставляем его сюда аккуратненько 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 засовываем его чтобы он у нас вошел так все вот у нас вошел кстати он провалился в корпус тут не так как на дисководе дисководе есть такая специальная штука не позволяет ему дальше утопиться в корпус чем надо а здесь надо быть внимательным теперь надо зафиксировать винтами этот самый карман что чем мы сейчас и займемся и так петрович легкие движения руки у нас переместился на стол наш мы должны открутить крышку корпуса где-то они откручиваются вот такими вот винтиками да так давайте вам включу подсветку вот где-то нужно откручивать отверткой винтики собственно в общем снимаем и к эту крышку самую теперь так сори за звук берем винтики комплектные винтика у нас всего 4 поэтому мы будем закручивать только вот здесь вот снизу получается да так провода значит поддерживаем рукой внутри корпуса видим вот здесь вот отверстие так я не знаю что ли ближе вам поднести здесь отверстие смотрим чтобы у нас карман был вровень с корпусом максимально да и рукой здесь вот на нижние отверстия накручиваю винты по началу рукой а потом уже отверточкой то блин что ж такое сейчас на паузу поставлю накручу так все значит мы здесь накрутили эти винты он у нас фиксируется теперь точно так же с другой стороны делаю это кстати все при включенном компьютере вам это делать не рекомендую тут у меня кабель менеджмента пока никого нет так как кабеля постоянно вытаскиваются перетаскиваются перемещаются и так далее так так сказать компьютер для экспериментов вот чисто для работы поэтому он тут у нас сильно не сказать неба он и так сказать дядька все общем мы закручиваем и с одной и с другой стороны до упора эти винтики чтобы она у нас было очень хорошо зафиксировано зажимаем очень довольно таки хорошо чтобы держалась крепко так ну что с двух сторон я его закрутил зафиксировал винтами так чтобы при давлении на этот самый карман вот видите он не проваливался в корпус вот теперь наша задача далее подключить кабеля нам понадобится вот такой вот сата кабель буковкой г подключить карману а потом к материнской плате но начнем мы с кабеля питания от блока питания соответственно нам понадобится вот такой вот кабель с блока питания называется он сата в общем сата питания тоже буковкой г по другому вы не вставите нам надо подключить его к карману так у меня тут кабель менеджмент очень плохой так что заранее извиняюсь вот подключаем к этому карману я это делаю при включенном компьютере вам я так делать не рекомендую вы это все будете делать при полностью отключенном питании вашего компьютера так теперь берем этот самый сата кабель вставляем его тоже подключаем к карману и вставляем свободный слот сата материнской платы вот у нас так сказать свободный слот здесь как вы видите все разъемы стандартные все подключен у нас карман теперь давайте проверять его работу как видим карман у нас вставлен вот в системе у нас пока всего лишь два раздела два диска значит что мы сейчас делаем открываем этот самый карман берем жесткий диск вставляем его сата разъемом внутрь закрываем защелкиваем и нажимаем включить кнопку питания вот у нас загорается синий светодиод что у нас питание подано красный огонек что пошло чтение диск значит определился вот в системе появился у нас диск d с windows 8 на борту как видите карман работает и диск определяется а значит операция у нас сделано успешно далее чтобы вытащить нам этот жесткий диск идем в извлечение флешек нажимаем извлечь макстер ну здесь макстер вставленный жесткий диск пропадает у нас системы только после этого мы выключаем здесь питание и достаем этот самый жесткий диск на этом в принципе все спасибо что смотрели с вами был диван эксперт ставим лайки подписываемся на канал если видео вам было полезным пока пока